так сегодня третий день у нас внучка находится и мы решили запустить китайский фонарик небесный да лариса вот вы выезжаем вот она наша внуча помаши ручкой внучу вот а вот змею вот этого ой не змея фонарик будем запускать наша баба лариса пошла в магазин пока тут светофор видите вот осталось 16 секунд а вообще вообще целую минуту горит здесь почти да то есть все погнали тут магазин она пошла могут дорогу делают надо же пойду посмотрю это у меня с маслом в коробке с маслом коробки не очень так 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 вроде все нормально масло проверено что я проверяю масло то что-то у меня гудит то ли полуось будет то ли подшипник гудит то ли коробка масло вроде нормально не знаю менял конечно не вчера ну пока еще время должно быть у нас дорогу делают пить и постоянно лужа стояла все таки решили сделать чтобы уже это не было наверно наконец-то ладно закрываем что-то баба лариса наша пропала не идет не давай не пойдем искать а то сейчас еще будет полчаса давай вот наша баба ларица пришла принесла вкусняшки да а это разве тебе это тебе я думаю это юрику baby а это че у нас за пляжные смотри за пивом побежали ребята вот а вот воскресенье на бани бегут закрой ей окно закроем кто разрешал тебе окно открывать дорогу дорогу делают хоть кусочек наконец-то внучки насти нашего смотрите попкорн что там у тебя еще вот много чего купила шарики с молоком ватли она хотела короче едем на едем на запуск о нифига как махом построили вот недавно только ездили не было СТОшку наверное строят а че еще так это вот у нас здание полиции может из-за этого дорогу делают я так думаю построили года четыре наверное или пять назад еще Нургалеев приезжал на открытие прилетал прилетал да над нашим домом кружили на вертолетах тут все дороги перекрыли а мы тут случайно с проселочной дороги выехали нас чуть не арестовали а нам надо было в этот момент именно вырубить ну да где-то фотографировали же этот вертолет да ну да время десять часов сейчас наверное где мы здесь остановимся подальше отзывом сектору надо было там остановиться а вот дорога где о или здесь а че там где домой нельзя да да так там уже статиот что нам статиот ну вот здесь свернем сейчас вправо дорога должна быть сейчас здесь свернем вроде трава пониже так 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 дальше в деревню напротив деревни где-то вот здесь я думаю опачки вот так вот ну вот здесь остановимся вдруг кто-то поедет чтоб не мешать это у нас не просто запуск змеи это у нас уикенд вечерний нет я купила чтобы мы дома чай попили ну раз мы тут начали все пробовать ты все грызла грызи быстрее сейчас выходить будем надо брызгаться держи подготовка к выходу сейчас берем спички он лариса держит брызгалку от комаров потому что сейчас выйдем на загрызу все погнали так давай брызгаем ты плед не взяла может тебе пледом укрыть быстрее брызгай давай отпускай руки так теперь меня шапочку мою тоже шапочку мою тоже так ну надо вдвоем запускать так все можно загадать Владяка там ехать так вот этот надо держать вот этот надо вот так сначала ниже 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 вот так вот сюда пошли вот такая штучка мы тут уже посмотрели кое что нет опа 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 так я делаю я делаю чтобы наша вот эта штука не упала так поджигаем неплохой знак плохой неплохой 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 ветер подух это плохой знак почему почему а ну потушит нашу эту а вот держи на вроде разгорается смотрите штучка эта держишь сейчас она должна теплым воздухом наполняться так вот вот эта штука вот так вот держит лариса так ждем ждем наполнения сейчас разгорится эта фигня фитиль так мурашки как мурашки как мурашки о что не трогай немножко надорвал так еще раз посмотрим так вот разгорелось говорит это придумали в военных целях чтобы сигнализировать китайцы придумали в шестнадцатом веке так разгорелось разгорелось ну так то костерчик то нормальный наполняется наполняется теплым воздухом сейчас должна взлетать уже смотри Настя внимание еще три отпускай а как пускать ты что держи она сама должна взлететь еще три отпускай раз два ну-ка на пол поставь попробую как или не встает на пол на землю ты имеешь ввиду? да смотри упадет и все перевернется и все ой ты его держи закончил так 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 все уже пошел за низ наверно держать первый раз запускаем не время не знаю что-то меня смотри эй сейчас загорится я что dime чем безветренная погода нужна Ну, что делать? А если упадет где-то, загорится. Так вот, ветер. Надо, чтобы... Надо было дальше уехать. Совсем безветренная была погода. Надо было уехать в поле. Какое? Тебе какое еще надо поле? Тут кругом поле. Дрожу от страха. Что, не допускается? Опа! Опа! Падает еще. Не хватает ему. Он некачественный. Некачественный, китайский. Еще пока что два, папа Лариса. Вот он, пошел, пошел. Падает, сейчас упадет, горит. Поднимается, поднимается. Все, не трогай, не трогай. Пошел, пошел. Вот это да. Блин, а я думал, в другую сторону дуть будет. Смотри, как пошел. Вот так-то. Папа Лариса, загадывай желание. Хз. Загадывайте желание. Ну как, Агнать? Смотри, тут будет рыцарь. Ифига. Блин, вот когда ветер его унесло, видите, плохо. Вау. Прям дочку видно. Куда он летит? Ну, он высоко поднялся. По идее, он должен потухнуть, если падать будет. Он до космоса хоть долетит? До какого космоса? До чего? Давайте посмотрим, как он падает. Ну, даже не загорается. Он сейчас на высоту, наверное, десятиэтажки больше поднялся. Надо было ночью его запускать. Ну, все, уже. Поехали, посмотрим, куда он поедет. Полетит. Так, нас тут комары заедают. Улетел наш китайский фонарь. Не знаю. Да будем высоко. Он, наверное, уже метров... Я не знаю, сколько даже. Может, под 100 метров уже улетел. Впрочем, мы ринулись за ним. Улетел в жилой сектор. А он исчез. Видно было, что он летел. Ну, далеко. Я тут пока за дорогой следил. Будет такой далеко. Да уж. Поднялся хорошо. Ну, небольшой ветерок. Вроде как на земле-то ветра нет. Вот все стоит. А наверху-то поддувает. Ну, то есть он должен прогореть вот эту штуку, да? И он упал на уши, да? Не, ну, по идее, он должен приземлился бы. Так, не... Ну, уже потушить, да? Ну, да. Интересно, главное, эти бумажечки-то не загораются, да? От факела, от этого. Я думал, там вообще оляпусенький факел. Первый раз же в жизни запускал. А там такой приличный. А как люди к домам запускают? Не знаю. Все, нету. Улетел в далекие края. Короче, возвращаемся до дому. Через город, да, поедем? Нет, зачем? Поехали. А какая разница? Ну, что, Настя, понравилось тебе запуск этого? Да, понравилось. Еще как? Еще потом поедем? Угу. В следующий раз к нам приедешь, еще поедем запускать. Мы потом выберем лучше место, и чтобы погода, главное, безветренная была, и чтобы дождя не было. А то дождь намочит эту тряпочку, и она не полетит, холодная будет. Опа! Вот чистят дорогу. Ни фига себе! Реально, я занесил карет первый раз вижу. Может, я не там живу. Возвращаемся. Воды надо брать. Вот эта у нас ржавая. Вот так вот, водички набрали. Все, теперь с чистой водой будем. Приближаемся к дому. Здесь, видите, на завод везут колесные пары на АВЗ. Ремонтируют. Вернее, новые вагоны строят, не ремонтируют. Нужнодорожные. А вообще город вымер. Мы раньше работали, торговали. Так вот, 10 часов закрываться начинаем. Нам не давали закрываться. Люди шли, и шли, и шли. Да. А сейчас 10 часов уже, все. Вмертвый город, пусто. В кавычках, вмертвый. Ну, перераспределились все там, на стройке. Все деньги в другое место уходят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова